Актуальная тема 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 говорят о том, что, а что возить по БАМу, а это будет уголь, а уголь сейчас не востребован и так далее. Об этом можно говорить много, но с точки зрения геополитической существует просто настоятельная необходимость для параллельной ветки, которая идет в этом месте для Транссибирской магистрали. Вторая тема, которая, да, она не вторая тема, она, наверное, главная тема, когда многие услышали о том, что для строительства, вот, второй очереди БАМа разрешили сплошную рубку леса. И, конечно, многие подумали следующее, о чем подумали. Ну, значит, действительно, просто вот будет идти и рубить этот лес для того, чтобы эту ветку проложить. Ну, сразу должна заверить о том, что уже насыпь, когда строилась первая ветка, да, она проложена. И в данном случае стоит вопрос, вот, для республики Брятия эта вырубка леса составит всего 3 гектара. Но нужно отметить, что кроме того, что вот на этом круглом столе рассматривался вопрос о необходимости данного принятия данного закона, ставился вопрос действительно восстановления этих лесов. и как сохранить то биоразнообразие, которое есть вот на этой байкальско-природной территории. Поэтому в данном случае было принято решение, это принял решение сам генеральный директор, о том, что при вырубке одного дерева будет высаживаться 5 деревьев. Ну, то есть восстановление полное лесов. Далее это касается, естественно, не только мелколестия, то есть различные кустарники, то есть все, что красается самого биоразнообразия. И, знаете, самый такой интересный, важный вопрос. Действительно, РЖД сегодня как хозяйствующий субъект, у нее есть самая замечательная, хорошая программа по сохранению охраны окружающей среды, причем достаточно серьезно проработанная программа, немножко о ней позже поговорим, вот для что касается республики Брятия. У меня тоже возник вопрос, а вот мы обычно считаем, что хозяйствующий субъект, он не будет вкладывать свои деньги, это длиннее его издержки, это ему невыгодно заниматься охраной окружающей среды. Но вопрос все в том, что, чтобы получить кредит в иностранных банках, сегодня визитной карточкой любого хозяйствующего субъекта является его отношение к окружающей среде. И это нужно понимать, потому что сегодня мы знаем западные страны мира, да и вообще весь мир действительно сосредоточен на охране окружающей среды. Потому что сначала с развитием, так скажем, все, что могли, мы порушили, а теперь, поскольку когда стали большие выбросы, ну и парниковый эффект и так далее, человечество об этом задумывалось. И, конечно, РЖД получила кредит в размере 0,85% кредитной ставки на строительство этого объекта, на достройку и на модернизацию. Поэтому я думаю, что все, что запланировано в этой программе, будет выполняться. И я хочу сказать жителям Республики Бурятия, особенно горожанам, что после, когда мы подписали меморандум, то есть трехсторонний меморандум, причем меморандум подписан между РАО РЖД, правительством Республики Бурятия, и впервые в истории между общественниками, да, то есть то, что представляет собой общественная палата, то есть выразителем интересов наших жителей Республики Бурятия. А для чего? А для того, чтобы следить, то есть вот впервые допустили общественников, как я уже в начале нашего разговора сказала о том, что от момента зарождения проекта до его реализации могут следить общественники. Вот, и поэтому в данном случае, вот уже если говорить, а как общественниц сейчас к этому будет подходить, но я начала говорить о том, что важно для жителей Республики Бурятия и для Улан-Удэ. Вот много лет Финольное озеро, которое в районе ЛВРЗ находится, да, вы знаете, это экологические, как бы, такое угроза вообще в целом для всех нас. Вот в течение, начиная вот с 21-го года по 24-й, в течение этого периода, это озеро будет полностью ликвидировано, да, и произойдет рекультивация земель и так далее. Я считаю, это очень замечательно. Второй момент. Горожане неоднократно обращались по поводу ремонта парка железнодорожников, да. Тоже очень хорошее место, но оно в запущенном состоянии, оно принадлежит действительно железной дороге. Буквально вчера я проходила уже этот парк, сейчас закрыли для ремонта и будут проводить все работы. В принципе, у нас была договоренность, что они начнут эту работу где-то начиная с марта, но коронавирус, к сожалению, внес те коррективы, поэтому немножко все это сдвинулось. Я надеюсь, что это будет завершено. Далее, очень много мероприятий нацелено на различного рода экологических мероприятий, да. Это, прежде всего, что важно для населения. Будет проводиться экологический мониторинг. Как он будет проводиться? Во-первых, на месте будут установлены камеры, то есть слежения. Можно будет видеть, как будут проводиться работы на тех или иных участках, на тех или иных перегонах. В общественной палате нам пообещали установить экран и в режиме онлайн, и мы попросили также в социальных сетях, чтобы была возможность людям увидеть, как происходят работы. Это касается и, ну, понятно, что через разные возможности передачи информации, то есть и через СМИ, и на железнодорожных вокзалах, и в социальных сетях, я уже сказала, такая информация будет вестись. Но что еще важно? Важно действительно не проверять уже, что случилось, а до того момента, когда будет происходить, то есть как пойдет реализация этих инвестиционных проектов. Поэтому принятые решения будут проводиться и в Иркутске, и в Республике Бориатье общественное слушание по реализации этого проекта. То есть вот здесь уже и эксперты, и общественники напрямую могут задавать вопросы, и самое главное, эти сигналы поступают в органы власти, и сами же общественники могут следить. То есть если правильно разумное решение, ну, по крайней мере, люди, которые будут предлагать, оно действительно можно найти отклик, или, я думаю, и средства массовой информации подключатся, можно будет вот буквально отслеживать принятое решение, каким образом оно реализовалось. Это касается и ряда социальных объектов. Кстати говоря, РАО «РЖД» приняли на себя ряд решений по поводу строительства домов для железнодорожников уже в городе Севербайкальске. Ну, вот предложение Алексея Самбуевича было касалось и двух месторождений, Санырского и Калюмного. Это очень важно, чтобы были ответвления от железной дороги, как технологические дороги, но возможность, естественно, это меньше издержек для того инвестора, который придет на его месторождение. Причем эти месторождения очень важны, это касается удобрений, ну, понятно, что оно очень востребовано. Ну, понятно, что много проектов, которые в свое время задумывались и по строительству МУКС, КГС, да, и по возможности развития северной части удаканского месторождения, то есть это дает возможность по-другому же отнестись, да, то есть дать возможность задышать вот в северном территории республики Бурятия. Что касается вот экологического мониторинга, в продолжение моих предложений, то здесь открывается центр мониторинга в городе Северо-Байкальске. Здесь же идет, пойдет речь о том, что можно будет проводить экологическую экспертизу и привлекать экспертов из республики Бурятия. Вот, кстати говоря, очень много обсуждений ведется на тему, ну, а как вот закон говорит о том, что не надо проводить экологическую экспертизу. Экологическая экспертиза, что касается центральной экологической зоны, она будет проводиться. Что касается проведения экологической экспертизы на особо охраняемой природной территории, то ее сейчас отменили. И, будучи работая министром экономики, я тоже была крайне, наверное, возмущена при введении. Вот, допустим, в Улан-Де надо построить детский сад. Нужно провести эту экологическую экспертизу в Красноярске и потратить на это практически год для того, чтобы вопрос решался. Ну, то есть до такой степени проводить, вернее, скажем, доводить до какой-то крайности, наверное, нельзя. То есть здесь, естественно, нужна разумность принятия решений. И поэтому тема, которая поднимается сейчас, а как будет развиваться экономика, вот в частности Республики Брятия, в таких очень жестких экологических ограничениях. И, конечно, много, я думаю, что будет и подниматься тем, касаемого, каким образом экология будет генерировать проекты для экономики. То есть перечень того плана, о котором сейчас я говорю, и о тех мероприятиях, он достаточно широкий. Его нужно будет детализировать. И он действительно систематизирован по мере ответственности хозяйствующих субъектов РАО РЖД, правительства Республики Брятия и общественных организаций. В частности, мы представляем общественную палату, то есть все наши общественные организации. И если говорить теперь уже об общественниках, то есть надо понимать, что план действительно, его необходимо более детализировать, донести до каждого человека, который будет работать в этой группе. о которой я немножко сейчас расскажу, чтобы было понятно. Поэтому буквально в ближайшее время мы договорились с руководством РАО РЖД, что в Брятии пройдет большое общественное слушание. В части уже того, как будет этот план реализован. Плюс у нас пройдут очень большие мероприятия по тем объектам, которые будет предлагать к строительству. И в этом случае принимать участие в публичных слушаниях должны органы местного самоуправления, сами жители Республики Брятия, и говорить, насколько это выгодно будет, какие последствия экологи скажут, ну и, естественно, насколько нам в дальнейшем важно будет для развития Республики Брятия. Ну вот, если коротко, сейчас не хотелось бы этот план повторять. Он есть на сайте Общественной палаты Республики Брятия. Каждый желающий может с этим познакомиться. На самом деле это очень прекрасно, что все станет более доступным, более открытым для наших жителей. Но вот все-таки вернемся к вырубке лесов на Баме. Каким образом общественники будут контролировать ее? То есть это будут какие-то выезды или еще к чему-то у вас откроется доступ? Ну, вот я бы хотела как раз к этому немножко рассказать вообще об общественном контроле. То есть он не воспринимался. Одни воспринимают общественный контроль, который, говорит, подменяет экологическую экспертизу. Другие говорят, что вот общественники выйдут, понаблюдают, сколько деревьев вырублено, и на все на этом нет. Третьи говорят, что никакой легитимности у общественников нет. Вот я бы хотела все эти мифы разбить. Первое. Легитимность общественного контроля, она закреплена в двух законах Российской Федерации. Это об основах общественного контроля. И второй закон об охране окружающей среды. То есть позволяющий проводить общественный контроль. И это могут сделать общественные инспектора в области экологии. Это первое. Значит, второе. Вообще, проводя общественный контроль, существует множество видов общественного контроля. Вот исходя из нашего разговора, о том, что я как бы небольшие наброски сделала, здесь нужно говорить о следующем. Первое. Это нормативно-правовая база. Насколько, какие вот законы или подзаконные акты, или те же инвестиционные проекты, будет проводиться общественная экспертиза. Это позволяет закон. Общественное слушание – это тоже один из элементов общественного контроля. Это мониторинг. То есть, вот я говорила о наблюдениях, экологического мониторинга. Ну и, наконец, самый простой вид – это наблюдение. Это наблюдение, когда вот вы задали вопрос, что да, общественники будут выезжать. То есть вас будут пускать прямо на место. Да, пускать на место. Но вот прежде чем пускать на место, я хотела бы сказать следующее. Вот глава Республики Бурятия Алексей Самбоевич Циденов вышел с очень интересным предложением создать группу общественного экологического контроля. И смотрите, какое название – «Защити Байкал». То есть не просто словами, а уже конкретными делами, уже с профессиональным подходом должны сформироваться вот такая группа. И первую такую группу он поручил организовать выезд, уже ознакомство должно произойти. У нас произошло 4 сентября. Выехала… у нас группа сформировалась из пяти общественных экологов. Кстати, выехал ваш корреспондент понаблюдать за работой этих экологов. Какая программа? Программа заключается в том, что, во-первых, посмотреть, как работать будет экологическая лаборатория в Сиро-Байкальске, служба спасения и так далее. Там и почва, и воды. Ну вот то, что они, я думаю, на следующей неделе могут рассказать. Конкретные выезды на перегоны, уже конкретные указанные участки, где показать, в каком состоянии находится растительность, сколько необходимо леса вырубать, ну и так далее. То есть первое знакомство для того, чтобы для себя определить, то есть вот следующее наблюдение, насколько вот после детализированного плана это можно будет проводить и, естественно, когда, в какое время надо будет выезжать. Потому что я знаю, что буквально даже на следующей неделе состоится большой пресс-тур Российской Федерации. То есть для открытия прозрачности показать, ну, скажем, прессе, что в любой момент можно будет действительно посмотреть, в каком состоянии, как это происходило и так далее. Поэтому эта группа 8 сентября, она вернется, и я надеюсь, мы услышим отсчет. У меня есть небольшие уже сведения о том, как эта группа поработала. То, что они увидели, действительно, насыпь уже существует для того, чтобы вторую ветку проводить. По объему, значит, нам сказали, это порядка трех гектаров необходимо вот в республике Брятия, на территории республики Брятия вырубить леса. Ну и нам что еще важно? Нам важно, конечно, чтобы наша группа вот такого общественного экологического контроля сотрудничала и с Иркутской областью. Плюс сотрудничала с экспертами, экспертами не только республиканского уровня, но и федерального, потому что нужны профессионалы. То есть одно дело делать замечания, что-то говорить, другое дело уже сознанием это нужно делать. И поэтому вот на прошлой неделе уже произошел в онлайн-формате круглый стол развития инфраструктуры на БАМе, то есть это ускорение или охрана окружающей среды и так далее. То есть, естественно, если говорить о подходах, и, как я сказала, что у РАО РЖД есть замечательная программа по охране окружающей среды, то здесь стоит вопрос, ну, вот лично я задала вопрос, а какой интерес у хозяйствующего субъекта, который несет значительные издержки, да, вот вкладывая в охрану окружающей среды, и это очень значительные средства. Ну, простой вопрос, вернее, ответ, это чисто, скажем, возможность получения кредита по очень низкой ставке в иностранных банках. И, естественно, для всех хозяйствующих субъектов, которые решают вопрос по охране окружающей среды, это практически визитная карточка для вхождения в любой банк иностранный, да, или для получения значительных сумм кредитования. Это вот такой момент. Поэтому в завершении вот этого вашего вопроса хотела сказать, что те, кто имеет соответствующее образование или желает действительно посвятить себя защите, охрану окружающей среды озера Байкал, могут входить в эту группу. Ограничений нет. Ну, ограничений, которые еще есть установлены, там лица должны быть не моложе 18 лет, неосудимые и все прочее, то есть вот те, которые могут в эту группу войти. И мы с сегодняшнего дня уже принимаем заявления и соответствующие документы для вступления в эту группу. Поэтому группа, еще раз, называется группа общественного экологического контроля «Защити Байкал». Это очень классно. Татьяна Гавриловна, мы тоже с нетерпением ждем, когда эта группа, которая сейчас уехала, вернется. Наш корреспондент действительно там работает. На нашем сайте в эфире выйдет не один материал о том, как сейчас дела обстоят на БАМе. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Мы вам желаем успеха в вашей работе и чтобы контроль проходил так, как вы и планировали. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была первый заместитель председателя общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова